Всем привет! С вами снова я, Дмитрий Хреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. Пока я жил в России, я работал в офисе, но и в командировках. И вот эта вот самая работа офисная, когда просиживалась штаны на переговорах за комком, с 9 до 18 официально, на самом деле, и попозже приходилось задерживаться, меня постоянно выбешивали. Я думаю, черт, как же здорово работать фрилансером. Сам выбираешь время, удобнее для себя, и работаешь. И работаешь, не напрягаясь. Сейчас я фрилансер, начальников надо мной нет, и работаю по 12-14 часов в сутки, причем не выходя из-за компа. Это все проклянуло. Надо мне отстать работу на Дашейковой. Я подумал, что я буду сидеть в этом своем кабинете, и так целыми днями, с утра до вечера, фактически не вылезая из-за компа, там торчу. Поеду я на набережную. За лета три раза уже побывал, доехал до моря, хотя живу в 15 километрах, с детьми в воскресенье мы так и поискались. Так что мы сейчас выйдем на набережную, и там, в более-менее красивом месте, я отвечу на все ваши вопросы. Ну что, добрался я до места. Сейчас мы находимся на набережной, на самой крайней городке, и несмотря что здесь вроде бы самая глушь, но машины тут разъездились, поэтому будет шумновато. Здесь за заборчиком Марина, яхточки стоят, ну и народ, видимо, желает отдохнуть. Вот опять машины, поехали. За шум, извините, попытаюсь на постпродакшене убрать, но вряд ли что-то выйдет достойное. Итак, все вопросы я распечатал. Поехали. Дима 7 спрашивает. В рецепте идеально сладкую пирогам, мог рассказано, как отмерить дрожжи, а способ введения их в тесто не указан, даже намеком. Я расслабил их в молоке с сахаром, подождал чуток. Бывает их просто крошит муку, как она лучше? Я, по-моему, показал, как это делается в рецепте, сейчас уж не помню. Если кто-то пропустил, кстати говоря, щелкайте сюда, вот этот рецепт. Значит, что касается введения дрожжей. Смотрите, если мы говорим про свежие дрожжи, то я пользуюсь двумя способами. Если я готовлю тесто апартным способом, то для этого способа я сначала дрожжи развожу в воде, в молоке, прошу прощения, ну, в жидкости, в зависимости от рецепта. Добавляю небольшое количество сахара, потому что дрожжи питаются с сахаром как раз-таки, чтобы они стартанули. И добавляю небольшое количество муки. В таком виде ставлю вот эту самую закваску. Закваска начинает работать 20 минут, 25, иногда 15, зависит от того, насколько хотим у меня дрожжи. После этого добавляю уже муку, ну, половину, как правило, муки от всего объема рецепта. И на этой муке и этой самой закваске делаю опару. Опара, как правило, как правило, нужна, если мы хотим вытащить максимум вкусов и ароматов из теста. Если мы говорим про безопарный способ, то, как правило, я муку просто растираю с дрожжами и таким образом ставлю. Ну, вообще, надо сказать, что все зависит от конкретного рецепта. То есть, такой вот универсальной рекомендации дать невозможно. Если мы говорим про сухие дрожжи, то есть инстантные, есть быстрые. Соответственно, читайте инструкцию на упаковке. Одни лучше сначала активировать с водой, чтобы они проснулись, другие можно непосредственно с мукой сразу смешивать. Вот так. Следующий вопрос. Дмитрий, удели, пожалуйста, внимание в роликах режим работы плиты, спрашивает Петер Слодов. Когда прибавить огня, когда убавить, но вообще чуть больше внимания, лучше в цифрах. Евгений Белый про то же самое, собственно говоря. Есть очень важный момент, который пускает биржуство футблогеров в температурный режим. Для тех, кто учится, все эти на слабом огне ни о чем не говорят. Поэтому было бы здорово давать в ролике текстовые комментарии о том, при какой степени нагрева температуре готовить. Это не здорово, это наоборот все испортит. Поясняем почему. Ситуация следующая. Смотрите, когда речь идет в рецептах о слабом нагреве, сильном нагреве, о среднем нагреве, то речь не о режиме работы плиты или духовки, или газовой горелки. Речь о том, как себя продукты в сковородке, в кастрюле в этот момент чувствуют, что с ними происходит. То есть, все эти самые слабые, сильные, средние режимы – это режимы скорости теплопередачи тепла продуктам. И, соответственно, легко понять, что если у нас небольшое количество продуктов в большой плоской сковороде, то за счет того, что сковорода, вся ее площадь нагревается, и каждый кусочек в этот момент касается этой сковородки, то скорость передачи тепла этому количеству продуктов в объеме выше, чем если у нас маленькая сковородочка с маленьким дном, ну, допустим, высокая, и там лежит куча продуктов. Нижний слой греется, остальные – это нет, потому что теплопередачи внутри продукта меньше значительно. Поэтому, когда речь идет о режимах нагревов, вы не заморачиваетесь циферками на плите, вы смотрите, что происходит в вашей кастрюле в сковородке. То есть, если я говорю, допустим, сейчас нужно включить сильный нагрев, это значит, что в этот момент в сковородке или в кастрюле должно там бурно что-то шипеть, жариться, кипеть, булькать и так далее. Но уж какая циферка у вас в этот момент на плите, абсолютно неважно. К тому пример. Совсем недавно, если я пропустил, вот сюда щелкайте, я делал рецепт дамломы. Вот по этому рецепту у меня тут же на пикабу товарищ написал, три часа уже мой казан стоит, даже не булькает ничего, и фоточку показывает. У него казанище вот такое, не знаю, как под ним плита его не рухнула. И электрическая плита, говорит, у меня, блины вот эти металлические, тройку поставил, одного до шести, даже не булькать. Ну, конечно, не булькать, потому что площадь у этого самого, его огромного казана дна маленькая, сам казан огромный, естественно, все медленно от теплота передается. Поэтому, и вот эти цифры, они только запутают все. Поэтому, я еще раз буду в рецептах об этом говорить, но обращайте внимание на то, как себя чувствуют в этот момент продукты в кастрюле в сковородке, а не какая циферка на плите стоит. Цифры абсолютно неважны. Следующий вопрос. Михаил Гришин, вообще, вы комментарии не в тему, но не суть. Расскажите про жизнь в Испании, именно отличие от России. Просто интересно. Испания достаточно большая страна, не такая, конечно, огромная, как Россия, но и Россия тоже огромная. Говорить про то, что жизнь в России имеет какие-то общие признаки на всю огромную Россию, ну, по меньшей мере, странно. Я так пока жил там, успел помотаться, и в Москве жил, да, долгое время, мотался на севера, мотался на Урал, жизнь везде разная. Да и даже там, дача у меня в 200 километрах от Москвы, и жизнь на даче в этой деревне и жизнь в Москве – две большие разницы. В Испании та же самая история. Поэтому мои общие впечатления, в принципе, о том, как было там, мне, и как здесь. Там жил в столице с ее сумасшедшим жизнью. Как здесь шумно. А здесь живу в зоне, так называемой, курортной. Ну, в 15 километрах от моря, но, тем не менее, это все, наверное, курортная зона. И здесь все тихо, расслаблено и спокойно. Соответственно, и народ тоже такой, с комплизмкой все относится. Я не знаю, связано ли это именно с зоной проживания здесь, курортностью, или, в принципе, с менталитетом испанцев. Но, по крайней мере, в нашем регионе, в моем окружении, испанцы страшные маньянщики. То есть маньяна завтра, значит, да? То есть обожают все откладывать на завтра и не торопятся никогда. И расслаблены по этому поводу. То есть если у испанца, даже очень бедного испанца, есть возможность поработать лишний час и заработать лишних, там, не знаю, 20 евро, или не работать лишний час, а выпить кофейку, посидеть, кулея в потолок, он выберет кофеек. Вот такая ситуация. Следующий вопрос. Хотел приготовить цыпленка в духовке по вашему рецепту. Не получилось. А вот что именно пошло к Киеву. Первое. Цыпленка замариновала и оставила в холодильнике на два дня. Однако через два дня кура пахла не очень приятно. Цыпленок был наисвежайший, еще утром бегал по улице. Температура в холодильнике плюс 3. После того, как поставил цыпленка в духовку, разогревал до 250 градусов, через 30 минут начал валить дым. Хотя духовка точно такая же, как у вас на кухне. Ну, тут, на мой взгляд, все понятно. Если цыпленок бегал на улице, а потом в холодильнике при плюс 3, несмотря на соль, начал пахнуть, это значит, что когда вы его потрошили, вы потрошили плохо. Плохо промыли. Там остались как раз-таки, ну, кишечник может провалить, еще чего-то. Короче, остались эти самые бактерии. И было настолько много, что даже соль вот эта вот не помогла. Вот, то есть нужно более тщательно его обмывать. Тщательно обмывать, тщательно обсушивать, тщательно удалять и просаливать. Насчет дыма и прочего. Ну, как я и говорил, что дым в духовке будет, да, при таких температурах. И, кстати, дыма будет тем больше, чем больше влаги в этом самом вашем цыпленке. То есть его нужно обсушивать хорошенько. Откуда дым появляется? Когда масло, жир попадает на раскаленной поверхности. Масло, жир когда появляется, он попадает на раскаленной поверхности, самой поверхности духовки внутри. Да тогда, когда разбрызгивание идет. А когда идет разбрызгивание, когда стекающий жир в посудину вашу содержит много воды. Вода начинает кипеть и разбрызгивание все. То есть более тщательно надо сушить и обмывать, собственно говоря, готовить его к засолке тоже более тщательно. Следующий вопрос. Константин Начагин. Пробовал приготовить концентрированную белую бульон дымеглаз. Взял куриные кости, помидор, лук, морковь, сухое молоко. Положил все в чугунную сковородку. Зажарил духовку для образования конечных корочек. Проблема в том, что он не пахнет. Помогите, пожалуйста. Пахнуть ваш бульон будет, если там будет чему пахнуть. Я подозреваю, что кости, которые вы использовали, были хорошенько выварены. То есть там почти не было никаких кусочков мяса и прочего. Потому что если кусочки мяса, кусочки жил есть, то он пахнет. Вы когда кости обжарили, они пахли? Был этот самый запах жареного? Ну вот. Следующий вопрос. Добрый день. Реально ли запустить формат стримов? Алекс Носков спрашивает. Думаю, нереально, Алекс. На мой взгляд, стримы, те, которые стоит смотреть, это высший пилотаж. Это язык без костей. Это способность говорить много. Интересно. Достаточно быстро. Быстро. Не мой вариант. Я триндеть могу тут много, но это будут повторения, бла-бла-бла. Неинтересно, короче, будет смотреть. Поэтому не думаю. Может быть, когда-нибудь мне удастся дойти до высокого уровня. Но сейчас нет. Ничего не получится. Следующий вопрос. Сергей Ким. Видимо, время выхода и пик просмотров влияет на стоимость прокрутки рекламы. Если так, то, Дмитрий, выбирайте на более выгодный для себя вариант. Нет. Время выхода роликов и пик просмотров на стоимость рекламы не влияют на стоимость рекламы. Влияют то, где смотрят эти ролики. К примеру, если даже табличку распечатывал. К примеру, смотрите. За тысячу коммерческих просмотров роликов в России YouTube берет с рекламодателя 2 доллара 15 центов. И половину из них за эту тысячу владельцу роликов передает. То есть, если в России тысячи человек не просто посмотрят ролик с дымломой, а щелкнет на рекламу, которая там идет, если у них отблок не включен, то я за эту тысячу просмотров с YouTube получу 1 доллар 12 центов. А если тысяча человек в Соединенных Штатах то же самое сделает, то, соответственно, YouTube с них возьмет 22 доллара 17 центов, и мне 11 долларов достанется. Ну, учитывая, что аудитория моя русскоязычная, и 97, наверное, процентов это зрителей из России, Украины, Белоруссии, то считайте сами. То есть, за все время существования канала, у меня первый ролик вышел 29 сентября 2014 года, то есть почти год назад, я на YouTube получил, ну, не получил, наверное, мне YouTube должен заплатить, 300 с небольшим долларов. Если учесть, что весь комплект аппаратуры, который я в свое время закупал для видеосъемки, и сколько я еще закупал канал, стоит под 6 тысяч долларов, и это, учитывая то, что я еще большую половину брал бы ушный срок за полцены, на ваших просмотрах мне нажиться не получается. И вряд ли когда-нибудь получится. Так что вот так что. Так, следующее. А, количество просмотров и почему я, собственно, опрашиваю, влияет на рейтинг ролика. Чем больше люди смотрят ролик, тем YouTube считает, что этот ролик более интересный. Чем дольше люди смотрят ролик, не выключая его, тем тоже рейтинг ролика выше. Соответственно, когда кто-то что-то ищет в Google или на YouTube, то ролики с более высоким рейтингом при совпадении других параметров, по названию, условно говоря, выдаются в листах выдачи выше. Соответственно, человек, который что-то ищет, на первой странице листового выдачи запроса, его видит, щелкает чаще. И это помогает развитию канала. Действительно, цель моя, чтобы меня смотрели как можно больше людей. Соответственно, все мои действия направлены на то, чтобы вам было более интересно. Какие не шумные. Все мои действия направлены на то, чтобы вам было более интересно смотреть, и меня смотрело больше людей. Такая ситуация. Следующий вопрос. Николай Тюрин. Даешь выпуски каждый день. Николай. Я не знаю, как вы себе представляете работу над роликом. Ну, видимо, что-то в духе там. Поставил камеру, бла-бла-бла, наговорил и снял. Но если немного более внимательно посмотреть на ролики, которые я выпускаю, то видно, что съемка идет на несколько камер. Подвижные камеры, камера перемещается, свет и прочее. Съемка одного рецепта, только съемочный процесс, занимает в среднем 4-5 часов. Подготовка к съемке. Это написание сценария. Расписывание, какие кадры, какой последователь нужно снимать, какие кадры, в принципе, нужны, как нужно отснять. Еще добрых полтора-два часа. Монтаж этого ролика, собрание всех кадров выявина, работа над звуком, цвет и коррекция и прочее-прочее, занимает в среднем 8 часов. Ну, мне же надо когда-то вообще и спать. Это реально тяжело. Это мне интересно безумно, вопросов нет. Это здорово, мне доставляет это радость. Но работа даже над одним выпуском, который идет 5-8-10 минут, это много времени, это тяжело. А если лепить так, подряд снял и бла-бла-бла-на говорил, ну, вы смотреть это не будете, это неинтересно. Следующий вопрос. В. Соколов. Голландский соус для из Виндикт получился более-менее похожим только с третьего раза. До этого на водяной бане получался негустеющий полопозрачный бульон с мелкими сгустками. Голландский соус, штука очень тонкая. Во-первых, для голландского соуса нужно использовать настоящее сливочное масло. А сейчас в России 80% фальсификата идет. Причем фальсификат это не какое-то плохое сливочное масло, это в принципе не сливочное масло. Для этого достаточно просто посмотреть статистику, сколько в России производится сливочное масло, сколько импортируется и сколько его продается. Вот элементарно несовпадение цифр. 80% это всякие спреды из фальсифика и прочего. Поэтому это очень сложный момент. И второй момент. Я и сам не сразу, мягко говоря, научился делать легко и быстро. Нужно поймать как раз тот момент, что не добавлять слишком много сразу масла, когда начинаешь его забивать. По чуть-чуть, понемногу. И все получится. Всякие же танцы там холодные, одинаковые температуры и так далее. Ну вот у меня это не леет ничего. Значит, не важно, какое соотношение. Вам свежие яйца, настоящее сливочное масло. Я выбрал производителя, который у нас тут есть, с которым получается все легко и просто. Вот с ним все делаю, без проблем. Такая ситуация. Следующий вопрос. Антрацитовый наждак. Рыба в вине получилась невкусной. Использовал треско, отечественное белое сухое вино. Делал все по инструкции, костюшку лимон достал. Не солил, но уж слишком пресно. Солил в тарелке. Что-то совсем понравилось. Может, переварил, забыл засечь время, рыба стояла явно больше 15 минут. Рыба очень нежный продукт. Если ее переварить, то да, не получится ни той консистенции, ни того, что получится. Разговоры про взял отечественное вино, я говорил, вкус вина должен быть такой, чтобы он вам нравился, а не абы какой кисляк налить и все. Дело не в цене, чтобы вкус был приятный. Попробуйте не переваривать. Вот других советов нет. И 15 минут это 15 минут, а не 15-20-20-25. Следующий вопрос. САТ-123414 спрашивает. Лук доводить до состояния кармелизации? Приходилось доводить в течение 40 минут, если не больше, и не отходя, то есть постоянно мешает. При условии с ревипашизм для альянской газовой плиты из холодных фислер. Как я уже сказал, зависит от температуры. Делаете сильный нагрев, приходится интенсивно мешать. Господи. Приходится интенсивно мешать, ускоряется процесс. Много кладете лука на сковородку, все медленнее будет работать. Небольшое количество, совсем небольшое, буквально один тонюсенький слой на сковородке, тот же самый сильный нагрев, очень быстро все нагревается. Делаете слабый нагрев, мешать очень редко придется. Все зависит от количества продуктов и того количества теплоты, которую вы можете передать этому самому луку. И, соответственно, количество масла. Больше масла положите, масло хороший теплопроводник, поэтому все быстрее пойдет. Меньше положите, соответственно, медленнее процесс будет идти. Опять же, лук. Если лук очень сочный, то долгое время этот сок будет выкипать. Соответственно, пока он кипит, температура выше 100 градусов не поднимается, соответственно, кровель не образуется. Поэтому на первом этапе работы мы выпариваем сок, пока он испаряется, еще раз повторюсь, температура 100 градусов. Чем больше тепла сковородка в этот момент дает, тем быстрее идет процесс выпаривания. Ну, тут надо помешивать, конечно. Как только весь основной масса сока выпарилась и температура начала повышаться выше 100 градусов, начала образовываться карамель, тут нужно замедлять как раз-таки скорость нагрева, уменьшать мощность комфорки и прочее. Вопрос, конечно, тысячу раз задаваемый по этому поводу тонной информации, но когда стараюсь сделать любой соус на базе бешамель, никогда не получается. Окончательно извается от комков. И муки пробовал больше, чем меньше. Обжарил по-разному, температура молока разная и так далее. Я про бешамель крайне подробно в двух роликах рассказывал. Вот один, вот второй. Щелкайте, смотрите. Вкратце скажу так, что самый простой способ получить комки в бешамеле это сразу вбухать в муку, молоко. Вот весь объем, сколько есть, столько и вбухать. Если же по чуть-чуть добавлять и перемешивать, то ситуация будет ровно такая же, как с любым тестом. Не будет у вас комков. Пробуйте, посмотрите еще раз эти два ролика и вперед, все получится. Павел К. Вяленые помидоры в масле нужно ли ставить в холодильник? Наверное, в каждом ролике я тут уговорю. Смотрите, срок хранения любых продуктов зависит от бактериальной чистоты. если у вас банка стерильная, если у вас помидоры ваши были стерилизованы, если масло было сильно нагрето, то не нужно вставить ничего в холодильник. Если же хоть какие-то там следы есть, то это все может начать портиться. В случае с помидорами может появиться плесень. Мои общие рекомендации такие. Если вы готовили помидоры для непосредственного потребления в ближайшее время и, соответственно, их хорошенько так не досушивали, девчонки катаются на мотороллеру, и их не досушивали, заливая маслом, то такие помидоры стоят, естественно, меньше. И их лучше в холодильнике хранить. Если же вы их хорошенько сильно высушили и без всякого масла, храните без всякого в холодильнике, ничего с ним не случится. Ну, хорошенько это прям сухие. Но такие помидоры просто залить маслом, сразу же, они не будут такие же сочные мягкие, как недосушенные. Поэтому их можно паром оживить слегка, чтобы они чуть влаги в себя взяли, а потом с маслом заниматься. Мне больше нравится не досушивать. И я их храню в холодильнике. У нас вообще, в принципе, жарко, даже ночью 24-26 это как бы нормально. Вот. Есть такой способ еще. Если вы их не досушили до конца, опять у меня здесь шума. Если вы их не досушили до конца, то заливайте горячим маслом в банке и заливайте под самую крышку. И крышку тоже этим самым маслом ополосните. Закрывайте и в таком виде они будут храниться и без холодильника. Если вы начали есть эти самые помидоры, то мокрой вилкой в эту банку лазить не стоит. Занесете обязательно что-нибудь и там плесень вырастет. Ну и храните их тогда уже в холодильнике. Вот так. И последний вопрос. Митяя Серый спрашивает. Здравствуйте. Вярил помидоры по вашему методу в духовке, довел их практически до высушенного состояния, то есть лагерных в них почти не осталось. Потом пробовал несколько штук восстановить масло с пряностями. Но за неимением оливков использовал обычное подсолнечное. Пролежали двое суток масло и остались такими же твердыми высушенными. После пробовал замочить кипяченое водение и разбухли обрели в форму в течение пары часов, что я сделал не так. Да пересушил их просто и все. Ситуация следующая. Здесь, в Испании, помидоры на рынке пройдут сушеными. Для того, чтобы они хорошо хранились, не присневели, их высушивают очень сильно. То есть сильно-сильно пересушенные, вот как сухофрукт бывает пересушенные. Естественно, они не восстанавливаются до такого же мягкого, хорошего состояния, как восстанавливаются слегка недосушенные помидоры. Но слегка недосушенные так долго не хранятся. Второй момент. Если помидоры очень-очень мясистые, то даже так хорошенько плотно высушенные, они все равно имеют такую достаточно мягкую текстуру. Если в них вот этой вот мякоти мяса мало помидоров, то они высушиваются фактически до состояния чипсов и восстанавливаются в масле. Да нечего там, почти восстанавливаться. Поэтому, что очень важно как раз-таки мясистые брать. Как я рекомендовал делать, видимо, по густелетному ушей, не знаю, как нужно таким буквами написать, когда вы сушите помидоры, то начните доставать по кучкам небольшим до того, как они высохли, до жуткого состояния. Опять здесь сумки, товарищи. начните доставать 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 доставки понемногу, по чуть-чуть. Достали еще недосушенные, отложили. Прошло еще полчаса, достали следующую кучку. Так вы получите получите те градации, степени сушки и пробуйте их. И вот такие помидоры, таким образом подсушенные, закладывайте ваше масло. Подберите то состояние сушки, которое вас больше всего устраивает. И все будет отлично. Высушенные до упора помидоры можно восстановить на паровой бане, чтобы они немножко набрали влаги. Можно использовать все-таки оливковое масло холодного отжима, потому что оно содержит влагу. Значительно больше влаги содержит, чем то же самое рафинированное растительное масло, в котором вообще воды почти нет. И вот эта влага, которая есть в оливковом масле, она войдет в помидоры, помидоры наберут за гигроскопичности своей и будут помягче. Или помидоры сильно высушенные можно размолоть в труху и добавлять в качестве приправы как раз-таки в соус и прочее. Потому что это концентрат фактически этих самых помидоров. Очень классная штука. Можно мелко-мелко их резать и добавлять в тесто с маслом, только мелко нарезанными кусочками, чтобы они создавали обалденный вкус для теста, для хлеба, для пиццы и прочего. Но самый важный момент это, во-первых, использовать не систые помидоры, а во-вторых, сушить до того состояния, какое вам нравится. Очень многим нравится как раз эти помидорные чипсы. Просто грызть под пивом и так далее. Кому-то нравятся более мягкие, более такие. Подбирайте под себя этот режим. Вот так. Ну что, это последний был вопрос из тех, которые вы задали под роликом. Вопросы на ответы. Напоминаю вам, что завтра у нас подведение итогов конкурса. Если кто-то пропустил, щелкайте сюда и поучаствуйте в конкурсе. Спасибо вам за компанию, спасибо за репосты. Это помогает каналу расти. Нас становится больше, людей больше смотрит канал. И это здорово. Спасибо за компанию. Вы лучшие подписчики на ютубе. Пока! Пока!